Ачинский военком впервые озвучил план по частичной мобилизации и дополнительную задачу. Таких гостей не звали. Вот. Это все у меня в доме. Там вот такие шели у меня в доме. Столетний дом в старом центре ждал сноса, а попал в ДТП, приняв удар от автохлама. Добрая новость понедельника. Дорожники приступили к ремонту улицы 5 июля. Жалко, что новый асфальт закроют не все ямы. Не дай себе замерзнуть! Утепляйся с надо-маркет! Выгода до 40 процентов! Не дай себе замерзнуть! Утепляйся с надо-маркет! Выгода до 40 процентов! Ачинск выполнил свой план по частичной мобилизации. Сегодня впервые были озвучены цифры по призыву резервистов. Военный комиссар по Ачинску, Ачинскому и Большолуйскому районам сообщил, что из нашего военкомата отправлены 400 человек – добровольцев и по повесткам. Но мобилизационная комиссия продолжит работу. Необходимо набрать еще около 100 человек. Военком обозначил это дополнительным заданием. Могу сказать, что 400 человек нам было предназначено. Мы эту задачу выполнили. Но дополнительно есть еще и существует задание, которое мы должны обеспечить. У нас по 10 процентов призывных боевого опыта нет. Они проходили только срочную службу. В составе призывной комиссии работают представители прокуратуры. Они сразу же на месте рассматривают обращения по отсрочке. Тут же и медкомиссия определяет категорию годности. Сегодня Краевой военком рекомендовал при получении повестки брать с собой справки и выписки из медучреждений. По словам Ачинского комиссара, Ачинцы не открывают двери тем, кто разносит повестки по адресам. Руководители предприятий тоже просят отсрочку для работников под разными предлогами. Столкнулись с тем, что руководители предприятий по своему усмотрению сами начинают определять, является предприятие у них входит в оборонный комплекс или нет. Яркий пример директор ленты пишет письмо, просит дать отсрочку ему работнику, потому что лента обеспечивает продовольствием город Ачин. Вроде как занимается оборонными делами. Есть у нас перечень этих предприятий. И все, кто приходит с письмами от этих директоров, мы пропускаем, скажем так, через этот перечень, ну и объясняем, является предприятие, входит ли у нас состав оборонно-промышленного комплекса или нет. Завтра к военкомату снова прибудут призывники по мобилизации. 100 резервистов планируют сформировать за один день. По предварительной информации и план, и дополнительное задание Ачинский военкомат выполнит. Но ситуация может измениться. Мобилизация, это, в общем-то, это то, что объявлено, это не учение, это не тренировка, это реальная работа, которая сейчас проводится в стране. Я съездил, отвез команду в Новосибирск, я своими глазами увидел, что сейчас там происходит, сколько народу собрано, сколько имущества и средств на это привлекается. И позиция, что это не мое, как-то, мягко говоря, несовместима с понятием гражданина. Смотрите, вот, видите, вот, она, это от удара, она туда залетела, и вот получается вот это место вот отсюда, полностью, вот отсюда, до края. Да, и отсюда, вот, видите, вот, это все у меня в доме. Дома ж затрешься, такой грохот был, внук испугался, выскочил. Вот этой бордюр еще не поставили, ее вообще снесло. Жители двухэтажки в Сарам-центре до сих пор в шоке от незваных гостей. В пятницу в половине восьмого вечера их дом попал в ДТП. Так, на светофоре встретились две машины, одна финишировала в квартиру на первом этаже. По словам очевидцев, в Волге было пять человек, трое из них сразу сбежали. Удар такой сильный был, мы вообще думали, что нас взрывают. Мы как раз смотрели Путина, Путина, вот, новости, как раз смотрели, на полу сидели все. И вот этот удар прямо весь, а тут у нас шкаф стоял, он упал прямо на нас, этот шкаф. Ну, короче, ну, страшно было, истерика была, дети плакали. Бревна вообще вышли наружу. Я в коридоре сплю, дочь с сыном уходят, знакомы спать. Мои вот окна. Я боюсь, что он вообще рухнет. Бабушка тут спала. Так она же зайкаться стала, ее чуть не прибило там. Полиции сообщают, 30-летний водитель Волги проехал на красный сигнал светофора. По данным ГИБДД, он был пьян. Его авто поместили на штрафстоянку. Протрезвевшему хозяину грозит штраф за пьяную езду. А жители дома через дыру в стене теперь глядят на улицу. В двухэтажке на Красного Октября живут семь семей. Люди, говорят, засыпают со страхом, что их барак сложится. Бревенчатому дому больше 120 лет. Однако, по данным КУМИ, он не призван аварийным. После сообщения телеканала ОСА, мэрия и управляющая компания обследуют, есть ли риск для жителей. Затем будет решаться вопрос о необходимости расселения. Анна Ахметова, Алексей Любезнов, Телеканала ОСА. Сразу два ДТП с животными произошли на дорогах края. Водитель иномарки погиб при столкновении с лосем. Авария произошла накануне на трассе по Дачинском в сторону Большого Улуя. Мужчина с 75-го года рождения на Хонде в темноте сбил дикое животное, которое переходило дорогу. Машина от удара улетела в кювет. Водитель скончался по дороге в больницу. Лось тоже погиб. Вторая авария обошлась без трагических последствий. 53-летний водитель на ОКЕ на трассе встретился с лошадью. Все произошло в Шарыповском районе. Как сообщают в ГИБДД, четвероногая внезапно выскочила на дорогу. Водитель получил травмы. У авто серьезные повреждения. Лошадь ускакала. В полиции говорят, в случае гибели домашнего животного водителю грозил бы штраф до 80 тысяч рублей. Однако лошадь найти не представляется возможным. Хозяин животного пока заявление не подал. Ну мы продолжаем рубрику «Полезно знать», где наши телезрители могут узнать о различных предложениях от предпринимателей города. Сегодня поговорим о том, где можно купить обновки к зиме. Жителям Ачинской района полезно знать, что к нам в город приехала выставка распродажа верхней одежды от белорусских производителей. Здесь вы найдете огромный выбор финских курток, скандинавских пуховиков и теплых алясок, которые будут по душе настоящим мужчинам. Размеренный ряд от 42 до 70. Опытные консультанты не отпустят вас без покупки. Помогут вам примерить более 100 интересных моделей. Душа этих курток и алясок состоит из пуха, биопуха, короче, все, что нужно для сибирской погоды. Ну а чтобы дополнить образ, можно подобрать обувь из натуральной кожи с овечьей шерстью. Такие сапожки или ботинки сохранят ваши ножки в тепле и комфорте. Для проблемных ног тоже найдется обновка с удобной колодкой и высоким подъемом. Скидки вас приятно удивляют. Торопитесь, распродажа продлится всего неделю. Не упустите шанс побаловать себя приятными покупками для предстоящей зимы. Запоминайте адрес торговый центр «Алфавит», улица Зверева, 91Б, остановка 6-го микрорайона. С 3 по 9 октября в Ачинске. Грандиозная распродажа финских курток, скандинавских алясок, пуховиков и дубленок. Белорусская кожаная обувь для проблемных ног. Трудно подобрать обувь? Тогда вам точно к нам. Огромный выбор скандинавских пуховиков, алясок, пух, биопух, верблюжья шерсть. То, что надо на зимние холода. Скидки до 70%. Даже одна вещь по цене крупного опта. ТЦ «Алфавит», Зверева, 91Б, дробь 1, остановка 6-й микрорайон. Еще не знаете, где приобрести натуральную ходовую косметику? Приятная новость. Теперь крем для лица, рук и ног, маски, гели для умывания, соль для ванн, мыла и твердые шампуни. Всего более 40 номинований по приятной цене. Вы можете приобрести в сети аптек «Губернские аптеки». Косметика «Губернских аптек». Красота и здоровье в одном флаконе. Ачинский городской электротранспорт предлагает шиномонтаж, балансировку и ремонт резины по доступным ценам. Заключает договоры с предприятиями. Улица Кравченко, 40. Въезд на автостоянку Трампарка. На пятом этаже в здании коммерческого назначения сдается помещение под любой вид деятельности. Общая площадь 800 квадратных метров. Лифт, два входа, большая парковка. Обращаться по телефону 8 983 575 46 66. Компания Синт представляет. Интернет со скоростью до 300 мегабит в секунду. Подбери свой тариф на выгодных условиях. Все подробности узнавайте на сайте, в офисе оператора и по телефону 56 300. Ачинский филиал АО «Восток Сиппромтранс» приглашает на работу составителя поездов, монтёра пути, сливщика-разливщика. Обращаться по телефону 6 19 15 и 6 19 51. Все летние благоустройства дождались первого снега. В субботу большая делегация проверяющих осмотрела улицу Зверева. Здесь работы должны были завершиться по новым срокам до 30 сентября. Но все подрядчики не успели. Напомним, дорогу здесь асфальтирует красноярская фирма «Сфера». Реновацию проводит «Краса Альфастрой». Озеленением занимается «Зелёный мир». Подрядчики уверяют, до конца этой недели улицу закончат все. У нас состав только 30% где-то ниже слуха возьмешь. 30% 20%. Нам нужно почти больше субботы. По словам главного по озеленению, на Зверева будет высажено в полтора раза больше деревьев и кустарников взамен снесенных. Причем новые деревья, что называется, благороднее старых тополей. Здесь появятся дубы, лиственницы, яблони Недзветского. Контролеры качества из фирмы «Деламит» следят на всех этапах за укладкой асфальта. Для Ачинцев это больная тема, когда новые дороги умирают еще на гарантии. Вот что показали вырубки на новой дороге по Зверево. К слову, все подрядчики с улицы Зверева работают еще на гарантии. Еще и на других контрактах в Ачинске. И там тоже не успевают в срок. Бригады сферы благоустраивают Кирова. Крас Альфастрой возводит дом для переселенцев на Юго-Востоке. Сегодня мэр открыто признал, тут тоже провал. До 15 октября новостройки не сдадут. Единственный сквер в первом микрорайоне, бог знает с какой попытки, удалось принять. После множества переделок подрядчик еще лишился 3,5 миллионов. Это десятая часть от контракта. Сверх в первом микрорайоне мы не приняли сумму. Первый момент это малые архитектурные формы. Протокол есть на увеличение стоимости, но мы не увидели у генерального подрядчика подтверждение о том, что это является основанием для того, чтобы эту сумму увеличить. Никаких запросов стоимости не увидели. Просто надо увеличить. А почему увеличить? По факту поставили нет. Поэтому мы не приняли эти работы. И перевозка с Красноярска до Ачинска. Теперь, когда завершатся все работы, важно, чтобы новые пространства стали достопримечательностями Ачинска, а не местом вандализма. Опасный резервуар с нефтепродуктами за заправкой КНП Надзержинского сегодня начали демонтировать. Техника зашла сюда во второй половине дня. По плану участок должны расчистить не только от емкости с остатками ГСМ, но и другие бесхозные объекты уберут. Причем, как сообщает пресс-служба Красноярск нефтепродукта, после демонтажа здесь будет ровная площадка. Напомним, в конце сентября в ловушку с нефтепродуктом попала собака. Собачий стон услышали работники ближайшего авторема. Пытались вызволить дворнягу сами, пока ждали спасателей. Неизвестно, сколько времени пес боролся за жизнь и как очутился в этой емкости. Спасателям понадобился спецкостюм, чтобы добраться до собаки. Она еще обессиленная, сопротивлялась. Ветеринары приюта «Доброе сердце» выхаживают щенка. Парню оказалось всего месяца в пять от роду. Окрестили его ГСМкой. Но если у него появится любящий хозяин, счастливчик точно будет отзываться на новое имя. Сегодня начался ремонт по улице 5 июля. Работы выполняют дорожники ДРСУ Ачинская. К сожалению, новый асфальт появится не по всей дороге, а лишь на самых проблемных участках. Однако гарантия на него будет два года. В контракте обозначена и площадь чуть меньше тысячи квадратных метров. С таким объемом ДРСУ справится за несколько дней при хорошей погоде. Ранее новости ОСА сообщали, что движения здесь перекрывать не будут. На федеральной трассе из-за ремонта путепровода и так есть сложности. Напомним, ДРСУ по контракту с мэрией кладет асфальт на выезде в сторону Боготола и по улице 5 июля. Общая стоимость работ 16 миллионов рублей. Добавим, что в планах есть капитальный ремонт федеральной трассы по 5 июля. Ачинск рассчитывает получить на него около 2 миллиардов рублей. Но когда город дождется этих денег, пока не ясно. Пчулым мельчает, рыба не клюет. Сейчас проверим. О том, что воду в Чулыме как будто спустили, видно по береговой линии. Рыбаки говорят, река стала по коленам. Может, и дождей мало было, никак, не знаю. Раньше вообще вот до сюда дождь было. Сейчас все мелко. Куда он сейчас ходил, к Москве, там вообще уже посередине уже мель. По коленам можно пройти, наверное, до середины. В Берелюсы ездили. Коса там на понтоне большая вылезла. Раньше, говорят, не было. Величает Чулым, в общем. Ну, хотя осенью всегда вода падает. Как-то так, в общем. Ну, раньше было большой половодие. Люди купались, отдыхали. Это вот сейчас почему-то сильно опустил Чулым. Там мелел. Раньше и течение было большое. О том, что Чулым необычно мелкий для этого времени года, отмечают и спасатели на воде, и инспекторы по маломерным судам, и специалисты Красноярского гидромедцентра. Начальник службы Иван Гордеев говорит, сегодня утром уровень воды составил минус 95 сантиметров от нуля по 100. И это меньше, чем в прошлом году. Исторический минимум был давно, минус 113 сантиметров. Нынче, по мнению синоптиков, Чулым рекорд не побьет. Но для сентября это и необычно, и ненормально. По словам Гордеева, в верховьях реки, на границе с Хакасией, в августе тоже был межень, низкий уровень. Осенние дожди там выправили ситуацию. У города Ачинска ситуация пока не выправилась. Это не обычное явление. Межень более глубокая, оказывается. Но это связано также с довольно продолжительным периодом бездожным, без осадков, который у нас начался с установлением стухой, жаркой погоды в мае. Ну и перманентно продолжался вплоть до июля, начале августа. Не повлияет ли ситуация с обмелевшим Чулымом на водоснабжение Ачинсов? Воду для этого АГК берет из реки. В пресс-службе «Русала» отвечают. Водозабор реки Чулым и станция по водоподготовке АГК работают в штатном режиме, без ограничений. Риски по обеспечению города Ачинска питьевой водой отсутствуют. Специалисты энергоцеха АГК осуществляют ежедневный контроль ситуации на водном объекте. Контрольно-надзорные органы также проводят регулярные проверки работы АГК и, в частности, системы водозабора. Никаких нарушений не выявлено. Засуха мая и июня повлияла и на другие реки бассейна Верхней Аби. Красноярцы тоже наблюдают непривычно обмелевший Енисей. К зиме, дали достава, утверждают в гидромете, Чулым еще наберет воды. А что будет весной, зависит от количества снега в горах Кузнецкого Аватау. Наталья Сусанина, Алексей Любезнов, Телеканал ОСА. Спонсор прогноза погоды Белл Вест, Ачинск, 7 микрорайон, дом 5. К осенне-зимнему сезону Белл Вест представил новую коллекцию обуви. Натуральные материалы еще лучше, комфорта еще больше, долговечность и экологичность. Новая коллекция обуви Белл Вест с заботой о здоровье каждого покупателя. Новая коллекция Новая коллекция обуви Белл Вест сезона. Новая коллекция обуви Белл Вест .